В последний раз я помню такие штурмы, когда учился в средней школе. Знаете, давно не было такого дождя. Жители штата Калифорния, в США, в очередной раз с начала этого года переживают сокрушительный удар стихии. Проливные дожди, начавшиеся 9 марта 2023 года, привели к масштабным наводнениям и оползням, в результате которых погибли люди. Чрезвычайное положение объявили на большей части штата. Почти 10 тысяч жителей получили приказ об эвакуации. Многие основные дороги были затоплены, в результате чего некоторые населенные пункты оказались полностью изолированными. Более 54 тысяч человек остались без электричества. Это наш единственный путь туда и обратно. Это влияет на нашу повседневную жизнь. Мы не можем добраться до работы. Электричество отключили. Кто знает, может, у нас сейчас нет воды, потому что прорвало водопровод. Так что наша дорога полностью исчезла. Не можем никуда добраться. Мы и, наверное, около 2000 домов за нашим домом. Да, дорога полностью обрушилась, исчезла. 11 марта ситуация еще более обострилась, после того, как в округе Монтерей произошел прорыв дамбы на реке Пахара. Были открыты десятки приютов для размещения спасающихся от стихии людей. В первой декаде марта от наводнений пострадали и жители латиноамериканских стран. По меньшей мере, 6 человек лишились жизни в результате проливных дождей на севере Перу, вызванных мощным циклоном Яку. Более 2000 домов оказались серьезно повреждены. Еще в начале марта было введено чрезвычайное положение на 60 дней в нескольких северных регионах. В частности, в Ламбоеке, Пьюра и Тумбас. Циклон затронул и соседний Эквадор, где стихия также унесла жизни людей. Наиболее пострадавшим от сильного наводнения оказался город Чоне в провинции Монаби. А на африканском континенте тропический циклон Фредди 11 марта вновь принес наводнения, разрушения и забрал человеческие жизни в Малави и Мозамбике. В первый раз он обрушился на эти страны в конце прошлого месяца. Сегодня утром мы проехались по городу и его окрестностям и увидели, что множество деревьев повалено и сорваны крыши школ, домов, больниц. Город лишился электроснабжения. На данный момент люди остаются без электричества и воды. Нет сотовой связи, что еще больше затрудняет коммуникацию и координацию действий. А дождь до сих пор идет. Вчера многие районы города уже пострадали от наводнения, еще до прихода циклона. Так что этот дождь значительно ухудшил ситуацию. Сейчас мы следим за ситуацией, которая, как мне кажется, является потенциально крупномасштабной гуманитарной катастрофой, где действительно необходима дополнительная поддержка. Напомним, что Фредди сформировался в начале февраля 2023 года в Индийском океане и стал самым продолжительным за все время наблюдений за циклонами в этой части мира. Он унес жизни более 200 человек на юго-востоке Африки, затронув Маврикий, Мадагаскар, Малави и Мозамбик. В начале марта на другой части континента сильный ливень, продолжавшийся несколько часов, вызвал наводнения в некоторых районах Акры, столицы Ганы. В это же время водная стихия заставила покинуть свои дома и жителей Австралии. Здесь проливные дожди вызвали сильные наводнения на северо-западе штата Квинсленд. Уровень воды в местных реках превысил критические значения. Паводковые воды затопили целые города, заблокировали автомобильные дороги и железнодорожные пути, нарушили поставки продовольствия. Крупные наводнения влияют на здоровье, условия проживания и жизнеобеспечение людей на всех континентах Земли. Можем ли мы изменить ситуацию и что зависит от каждого из нас? Узнай на международном онлайн-форуме «Глобальный кризис. Выход есть», который состоится 22 апреля 2023 года. Субтитры создавал DimaTorzok